Доброго времени суток! Сегодня у нас начинается серия интересных уроков по созданию собственных дизайнов. И первое, что мы с вами создадим, это будет надпись. Итак, переходим с вами во вкладку «Редактор». В редакторе выставляете тот размер пяльц, который вы считаете удобным. Нажимаем на вкладку «Вставить текст», либо для быстрого перехода нажимаем кнопочку «Вставить текст». Мы попадаем с вами в диалоговое окно, где мы с вами видим отображение алфавита. Кнопку характеристики пропорций. Мы ее затронем немножко позже. Наши доступные нам объекты. Графур для введения текста. Алфавит можно выбрать. Так как у меня куплен всего один, все остальные для меня недоступны. Расстраиваться не будем. Будем работать с тем, что есть. Выбираем алфавит. Вводим текст либо с клавиатуры, либо выбирая здесь буквы двойным щелчком. Сразу хочу сказать, что с клавиатуры удобней. И хочу заметить, что здесь у меня нет русского текста. То есть будем работать с английским текстом. Как пример текста я буду использовать свой e-mail адрес. И так. Вот я сюда внесла текст. Переходим во вкладку настройки. Выставляем ширина 100. Вы потом попробуйте поиграть с разными ширинами. Мне просто вам надо показать для примера. Здесь можем, допустим, увеличить определенную букву. Вернее, изменить. Изменить плотность. Изменить расширение. То есть сделать ее чуть больше. Нажимаем ОК. Переходим с вами во вкладку расположение. Здесь мы с вами можем отобразить масштаб один к одному. Можем увеличить. Либо уменьшить. Давайте я подробно остановлюсь на том, что мы с вами видим. Итак, мы видим, что у нас около буквы имеется такое непонятное сооружение, которое имеет красную точку, зеленую такую, цвет зеленой травы, сиреневую и цвет морской волны. Причем эта пентаграмма будет отображаться везде, на всех буквах, если вы ее выберете. Вот мы выбрали букву М. Вот мы выбрали букву G. За что отвечают эти кнопочки? Красная кнопка отвечает у нас за местоположение. То есть мы можем переставить букву туда, куда хотим. Сразу оговорюсь. Одну букву можно переставить, последнюю букву можно оставить там, где вы хотите. Все последующие буквы будут двигать. То есть если мы начнем сначала, то у нас вся надпись будет с вами двигаться. Так, давайте вернемся в исходный. За что отвечает зеленая кнопочка? Зеленая кнопочка у нас отвечает за положение выше, ниже. Кнопки очень чувствительные, поэтому их надо так довольно-таки медленно двигать. Сиреневая кнопка отвечает за наклон. Вперед, назад. Соответственно, можно ее сделать тоньше, либо вообще отразить. Эти кнопочки отвечают за растяжение буквы, либо сужение буквы. Попробуйте, поиграйтесь сами с настройками. Создайте свою надпись, поиграйтесь с настройками. Напомню, что если вы двигаете букву О, последующие за буквой О тоже будут двигаться. В следующем окошке мы с вами можем выбрать... Давайте попробуем изменить ширину. Сделать 130. Выбрать основание. Лайн. То, что мы с вами видим. Можно выбрать круг. Отображение по кругу. Можно переместить на середину надпись. Можно отобразить снутри. Для этого мы должны поставить здесь чекбокс. Соответственно, перевести нашу линию. Вернее, нашу надпись. И еще на что следует обратить внимание. Надо следить за тем, чтобы у нас вот так буквы не наезжали друг на друга. Можем выбрать волну. Снять чекбокс. У нас отображение пошло. Можно выбрать... Волна идет в другую сторону. И вот здесь как раз-таки происходит, по-моему, наезд букв. Вот так чуть-чуть подвинем этот поезд. Можем с вами выбрать спираль. Отображение по спирали. Спираль 2. Ну, пробуйте. Пробуйте, играйте. Смотрите возможности. После того, как вы выбрали местоположение, как будет отображаться ваша надпись, нажимаем ОК. Идет компиляция файлов, то есть преобразование в машинный формат. И мы видим с вами, что вот мы создали надпись. Почему надпись у меня вышла вся отдельно. То есть если я сейчас ее объединю, то у нас получится целая надпись. Давайте опять пойдем вставить текст. И в настройках тип соединений выберем управление стежками. Изменим пропорции. Открываем окошко. Нажимаем на кнопочку. Попадаем в диалоговое окно. Верхний регистр соответствует заглавным буквам. Нижний прописный. Цифры. Прочие. Это равно минус плюс скобки. И давайте вот нижний регистр. У меня же в нижнем регистре написано. Изменим ее на 150%. Нажмем ОК. Больше ничего менять не будем. И опять нажмем ОК. Посмотрим просто, что происходит. Мы видим, что наша надпись, во-первых, сразу вышла объединенная. Видим также, что она увеличилась в размере. Давайте поменяем ей цвет. Чтобы она отличалась. Давайте опять перейдем вставить. Надпись остается та же самая. Выключим автоотделка. Здесь мы вернем по умолчанию. Установить по умолчанию. В настройках мы с вами давайте увеличим. Сделаем не 95, а, допустим, 130 мм. Перейдем в расположение. И в расположение мы с вами давайте выберем, я там не знаю, внутреннее отображение внутри круга. Опять нажмем ОК. Опять происходит компиляция. И посмотрим 3D. У нас мелкий, более крупнее. И более крупнее сами буквы. Пробуйте свое что-то. Пробуйте надписи. Какая-то надпись понравилась. Можно удалить. Мне вот эта понравилась. Я ее перемещаю в центр, пялец, выбираю файл, сохранить как, выбираю свой формат, пялец, центр в пяльцах, удалить кодексы, нажимаем ОК и сохраняем. Давайте создадим папку Мои работы. Открываем ее и сохраняем. Можете это имя оставить, можете свое написать что-то. Нажимаем ОК. Закрываем. И вот я вижу свою надпись. На этом все. С вами была Светлана Заяпина. Встретимся в дальнейших уроках. Всего вам доброго.